Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Аист. Меня зовут Игорь Антонов. И коротко о главных темах выпуска. Орви, ковид и коклюш. При Ангаре эпидемиологи отмечают рост сразу трех этих вирусных заболеваний. И снова телефонные мошенники. Какие способы на этот раз они придумали для вымогания денег у потенциальных жертв? Явился с повинной. Водитель, сбивший собаку в одном из садоводств Иркутского района, сам пришел в отдел полиции. Новые квартиры получат 43 семьи в Ангарском городском округе по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Рост сразу трех вирусных заболеваний отметили эпидемиологи в Иркутске. Это Орви, ковид и даже коклюш. Рост последнего вообще фиксировали последний раз лишь семь лет назад. А в обстановке в регионе с этими заболеваниями ознакомился наш корреспондент Виктор Рамзайкин. В начале января врачи начали фиксировать подъем по гриппу, коронавирусу и Орви. В новогодние каникулы люди находятся в местах массового скопления. Именно такие места становятся источником заражения вирусными инфекциями. Заболеваемость на сегодняшний день чуть выше эпидемиолога на 20% по гриппу и Орви. Если говорить конкретно по гриппу, то у нас на сегодняшний день лабораторно подтверждено более 500 случаев гриппа. По ковиду отмечается также рост после праздников и каникул. На сегодня медики регистрируют более 300 случаев заболевания ковида. Из этого числа у 10 заболевших вирус протекает в тяжелой форме. В целом же штамм вируса специалисты характеризуют как менее агрессивный его предшественников. Люди переносят заболевание довольно легко. В поликлиниках города врачи не фиксируют всплеск обращений. В декабре месяце мы отмечали повышенный рост ОРВИ и гриппа. Были случаи ковида. Но ковид в этом году, конечно, протекает намного легче, чем в прошлые годы. Из-за проведенной профилактической работы в настоящее время мы отмечаем снижение ОРВИ. Заболеваемости от коклюша в нашей поликлинике не регистрируется. Не допустить вспышки сезонных инфекционных заболеваний удалось благодаря своей временной прививочной кампании. В 2023 году люди активно ставили прививки, отмечают медицинские работники. В период прививочной кампании мы привили в поликлинике более 18,5 тысяч человек. Привили от таких заболеваний, как ковид, дифтерия, в нее входит и коклюш, и столбняк. Тем временем, согласно данным Росстата, за два года зафиксировано более трех тысяч случаев заражения вирусом коклюш. За последние 10 месяцев в России количество заболевших резко увеличилось до 28 тысяч. Как сообщают в Минздраве, это может быть связано с полной отменой в 2023 году профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, которые были введены ранее для ограничения распространения COVID-19. В Приангаре сейчас массовой вспышки заболеваемости нет, но в нескольких районах области зафиксирован рост заболеваемости коклюшем. Традиционно единственным способом профилактики коклюшной инфекции это, опять же, вакцинация, которые осуществляются в разных возрастах. И второе, это, если даже вы заболели коклюшем, то необходимо вовремя обратиться к доктору. Как правило, это характерный лающий кашель, его пропустить нельзя, то есть это надрывный кашель. Специалисты напоминают, если вы почувствовали недомогание или у вас проявили симптомы ковида или коклюша, то не стоит заниматься самолечением. Необходимо обратиться к врачу, а также не забывайте своевременно прививаться. Виктор Амзакин, Сергей Коваленков. Новости сейчас. К нелегкому труду врача приучают с детства. Семь профильных медицинских классов работают в школах Иркутской области. Их выпускникам, как правило, легче учиться в медицинских вузах. Туда они могут пойти по целевому набору от больниц региона. Все благодаря нацпроекту здравоохранения. Александр Гаврилов с подробностями. Это очень большая возможность, потому что ты учишься и в дальнейшем ты уже знаешь, что у тебя есть рабочее место. Также на протяжении всего обучения идут какие-то материальные поддержки, то есть от Министерства здравоохранения и также от больницы. Екатерина Мальцева в прошлом году поступила в медицинский институт по целевому направлению. После окончания учебы девушка намерена работать в родных краях, в Иркутском районе. Так уже поступила Екатерина Кабач. Девушка с детства мечтала стать врачом и сейчас работает педиатром в районной больнице. Перед поступлением в ВУЗ она обратилась к руководству Иркутской районной больницы, заключив целевой договор. И отучившись пять лет, девушка пошла работать в это медучреждение. Целевое направление мне дало меру социальной поддержки, меру моральной поддержки. В процессе обучения больница предлагала мне именно практическое образование и в дальнейшем, конечно, трудоустройство. Возможность обучения по целевому договору, когда после окончания ВУЗа студент возвращается в выбранное медучреждение, один из способов решить проблему нехватки медкадров. Ее решением активно занимается региональный Минздрав. А только в прошлом году для студентов-целевиков было выделено 223 места в ВУЗах региона. Но готовить будущих медиков начинают буквально со школьной скамьи. Для этого в регионе функционируют медицинские классы. В этом учебном году их открылось сразу три. Для меня с раннего детства эта сфера интересна тем, что профессия врача, я думаю, для многих тех, кто уже в этой сфере, является одной из самых благородных профессий. Ведь помощь человеку – это действительно очень важно. и я придерживаюсь данного мнения, и для меня это действительно интересно. Могу сказать то, что знания, которые даются в медицинском классе, они действительно пригодятся в будущем. Потому что когда ты посещаешь средние учебные заведения, вот конкретно у нас есть выезд в медицинский колледж, ты понимаешь в небольшой степени, о чем вообще идет речь, чем тебе предстоит заниматься. И, безусловно, это облегчает и процесс обучения, и процесс планирования будущего. Активно включаются в процесс подготовки кадров и главные врачи Иркутских больниц. Каждый заинтересован в сокращении кадрового дефицита, а потому активно поддерживает инициативы Минздрава. Мы организуем такие встречи в школе обязательно, приглашаются средние наши образовательные организации, колледж базовый, приглашается медуниверситет, мы и вся администрация. То есть наши дети знают уже, кто есть кто, и они понимают, куда они приходят потом работать. Профиориентировать должны именно от истоков, от школьников. Я сама так училась. В свое время, в своей школе, я буквально с четвертого класса посещала медицинский кружок. Тем временем будущее районных больниц из отдаленных территорий тоже в надежных руках. Специалисты из Киринской районной больницы с 2023 года могут дистанционно обучаться у себя дома. Как отмечают в руководстве больницы, такая форма обучения позволит закрыть потребности района в среднем медперсонале. Собственно, ничем не отличается от точного обучения. Мы создали на месте все условия для полноценного учебного процесса. Было организовано два практикума для проведения практических занятий и актовый зал со всей видео и аудиоаппаратурой, чтобы можно было полноценно слушать лекции в режиме онлайн по ВКС-соединению и таким образом тестировать науки, которые были получены в ходе обучения. Наращивание кадрового потенциала в здравоохранении – одна из задач национального проекта здравоохранения. Его реализуют по поручению президента страны Владимира Путина. Благодаря государственным мерам поддержки люди могут не только получать профессию, но и служебное жилье, которое можно приватизировать после пяти лет работы в местной поликлинике или больнице. Также выплачивают подъемные. С 1 января в Иркутской области заработал большой пакет мер поддержки медработников. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Мужчина, сбивший собаку в СНТ полет, сам пришел в отдел полиции. 66-летний житель Иркутского района не отрицает свою вину и при этом утверждает, что сделал это случайно. Накануне в соцсетях полицейские нашли видео, где водитель внедорожника наезжает на животное. В отношении него составили административный протокол. Теперь мужчине грозит лишение права управления транспортом на срок до полутора лет или административный арест на 15 суток. Во вторник утром или днем, не помню, я выезжал с того места, где живу. Мне навстречу попала стая собак. Основная стая собак находилась с левой стороны. Маленькая черная собака находилась с правой стороны. Она перебегала к стае. Я пытался ее пропустить. И чтобы она перебежала, зная, что животное может быстро пробежать, чтобы дать ей возможность, я рванул вправо, освободив место. Поэтому видно, что мой манек. Кажется, что как будто я переехал собак. Наша съемочная группа сейчас находится в СНТ-полет и узнает от очевидцев возможные причины и детали случившегося. Эксклюзивный материал об этом смотрите завтра в программе новостей сейчас. Тем временем мы предлагаем вам стать частью нашей новостной команды. Делитесь, пишите, снимайте. Увидели что-то важное, стали очевидцем серьезного инцидента, хотите поделиться с общественностью важными документами или у вас просто хорошее настроение? Напишите нам об этом. Присылайте в нашу редакцию ваше видео или фото в WhatsApp, Viber, Telegram по телефону 8 924 500 940 99 81 или через специальный новостной бот в нашем телеграм-канале. Телефонные мошенники активизировались с новыми силами в первом месяце года. Число жалоб и пострадавших растет с каждым днем. Ущерб граждан уже перешагнул за 20 миллионов. Это только в Иркутской области. Меняют мошенники и сценарии, и тактики для достижения своей цели. Теперь они не только звонят и отправляют спам-ссылки, но и воруют голоса людей. А для чего преступникам нужны голоса, смотрите в репортаже Виктора Рамзайкина. Возможному выдачи кредитов на ваш паспорт. Во всех кредитах, кредитных финансовых организаций Российской Федерации. Я взяла телефон, по телефону плачет моя, якобы плачет моя дочь, что попала в ДТП, что переходила улицу в неположенном месте и сбила ее машина. 225 тысяч. Я оплатил 30 декабря, и вот с сих пор они не выходят на связи. Просит взять кредит. После чего я поехала в город, взяли кредит и сама лично, получается, отправила этот кредит. На оперативных кадрах люди, которые собственноручно перевели или отдали свои деньги мошенникам. Приезжать на заданный адрес, который давали мне также другие люди, принимать денежку и ложить их на счет. Вы понимали, что вы совершаете преступление? Да. А на этих кадрах уже люди, которые были посредниками между мошенниками и пострадавшими. Так называемые курьеры. Телефонные мошенники, похищающие средства со счетов граждан, активизировались с новой силой. Они используют самые разные схемы, только бы нажиться на доверчивых гражданах. Так, 15 января жительница Бохана перевела больше трех миллионов рублей в фейковую инвестиционную компанию. А в целом, отмечают сотрудники полиции, только за наступивший год потери граждан исчисляются миллионами. Статистика показывает, что в Иркутской области мошенничество остается одним из самых актуальных преступлений. На сегодняшний день примерно каждое четвертое преступление, зарегистренное в нашем регионе, это как раз дистанционное хищение денег у граждан при помощи сети интернет либо мобильной связи. С начала текущего года уже больше 25 человек пострадали от действий мошенников. Суммарно они перевели преступникам больше 20 миллионов рублей. Практически ежедневно сотрудники полиции и СМИ говорят о том, что не стоит доверять незнакомым звонящим и уж тем более переводить им свои деньги. Для этого даже специально создали видеоролик, о чем думает мошенник в момент разговора с потенциальной жертвой. Ваша Аня переходила дорогу на заключающий красный свет светофора, тем самым спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Девушка-водитель, чтобы не сбить вашу Аню назвать... Я хочу обмануть тебя и ободрать до нитки, задев за живое и заставив импульсивно переживать за своего родственника. Ведь тебе не хватит сообразительности просто позвонить ему и проверить, все ли в порядке. Моё скудное образование не позволяет грамотно применять юридические термины. Но я хотя бы попробую тебя запугать. Но даже несмотря на все предупреждения, попасться на удочку мошенников может любой человек, независимо от социального или финансового статуса, а также возраста. Так мой коллега Александр Гаврилов тоже чуть не стал жертвой телефонных аферистов. Мне позвонили, представились отделом по борьбе с экономическими преступлениями из Следственного комитета. И я, естественно, тогда не мог проверить никакую информацию, потому что я что-то был с просони, в отпуске, особо ни в чем не разбирался. Мне сказали, что какая-то гражданка Икс, назовем ее так, из города Свирска, взяла на мое имя большущий-большущий кредит. И надо как-то вот этот вопрос решать, надо заблокировать счета. Стали узнавать информацию про мои счета. Но Александр парень не из робких и сразу понял, что по другую сторону провода мошенники. Он прервал разговор, но отмечает, что ему в мессенджерах поступает до пяти подобных звонков ежедневно. И блокировка номеров не помогает. В 2023 году каждый восьмой аккаунт россиянина подвергся компьютерной атаке. Каждый пятый пожаловался на локальную угрозу, а каждый третий на звонки с просьбой назвать свои персональные данные или перевести деньги. А совсем недавно мошенники стали воровать голоса владельцев аккаунтов в социальных сетях. Простым языком преступники взламывают мессенджер или социальную сеть, скачивают из переписки сохраненные голосовые сообщения и создают новые с помощью, например, той же нейросети. А затем отправляют новое сообщение с просьбой занять денег людям из списка друзей человека. Специалисты советуют в таких случаях использовать исчезающие голосовые смс или создавать как можно более надежный пароль. А психологи рекомендуют не делать подпешных выводов, кто бы не звонил с неизвестного номера. Для пожилых, например, людей, то есть их дети должны составить такой чекап-лист, по которому они могут действовать. То есть доведение до сведений родителей, рассказывание этих историй и четкое-четкое руководство для пожилых людей. Для более молодого населения, скажем так, они используют цейтнот. То есть вам нужно всегда взять некий тайм-аут, когда с вами разговаривают. Например, сказать «перезвоните через минуту, так как сейчас заняты», и положить трубку. Так как такие аферисты используют так называемую цыганскую методику, когда человек не успевает понять реальности происходящего и принять верное решение. Если разговор все же состоялся с аферистами, не забывайте, что всю полученную информацию от незнакомцев надо проверять и уж тем более не спешить переводить им деньги. Виктор Амзакин, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Россия полностью обеспечена рыбной продукцией. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента с членами правительства. В 2023-м рыбаками добыто более 5 миллионов тонн рыбы. Это самый лучший показатель за последние 30 лет. Таким образом, уровень самообеспеченности рыбной продукции превысил 150%. В России готовятся к возвращению бойцов с СВО. Так, 15 января в Москве стартовал форум «Вместе победим». По словам депутата Госдумы Олега Леонова, власти устраивают бывших бойцов спецоперации в Минобороны и военкоматы, принимая во внимание их боевой опыт. После завершения военных действий на Украине количество ветеранов увеличится и для них нужны будут новые рабочие места. Этим вопросом сейчас занимаются в субъектах. Проводят переобучение ветеранов. Эксперты утверждают, что они станут связующим звеном между старшим и младшими поколениями. Часть из них уже работают в школах. Солнце и пространство вокруг него будут изучать с территории Сибири. Для этих целей на Байкале построят национальный гелиогеофизический комплекс. В его работу будет входить диагностика процессов от фотосферы Солнца до нижних слоев атмосферы Земли. По словам Гелия Жеребцова, научного руководителя Института солнечно-земной физики СОРАН, это будет набор инструментов, аналогов которых больше нет нигде в мире. Иркутский дом офицеров отремонтируют к 80-летию Великой Победы в 2025 году. Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев во время рабочего визита. Он поручил завершить ремонт кровли 9 мая этого года, а летом рабочие начнут обновление фасада. Проекты на оба вида работ сейчас в экспертизе. Следующий визит в дом офицеров глава региона запланировал на май, чтобы проверить ход ремонта. Все проектные работы разделены на два этапа. Первый этап включает в себя ремонт кровли и ремонт фасадов. Второй этап включает внутренние отделочные работы в помещениях музея и в помещениях дом офицеров и ремонт инженерных систем. В настоящее время здесь размещаются два наших подведомственных учреждения. Это Центр социальных информационных услуг для молодежи и Молодежный кадровый центр. Также здесь находятся различные некоммерческие организации, которые ведут свою деятельность. Порядка десяти таких организаций. В планах у нас в Доме офицеров открыть Центр патриотического воспитания для молодежи. Все, что будет связано с военно-патриотическим воспитанием, будет находиться здесь. В Иркутской области долгостроев в жилом секторе больше нет. Их исключили из реестра проблемных объектов. Права участников долевого строительства восстановили. Еще в 2020 содержалась информация о 31 объекте. К 2022 по большинству вопросы урегулировали и восстановили права более 700 граждан. А в 2023 продолжили работу. Помогали людям, применяя механизм Фонда развития территорий. Конец 2023 года. Во-первых, выполнено поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о ликвидации очереди по обманутым дольщикам, так называемым долгостроям Иркутской области. Это такое поручение было по всей России. Но вот Иркутская область с этими задачами справилась в полном объеме. На сегодняшний день идет процедура по части объекта выплата возмещения гражданам, участникам долевого строительства. Связана она исключительно с тем, что это заявительный характер. То есть гражданин самостоятельно обращается за получением возмещения. Ангарский городской округ досрочно завершил действующую программу переселения из ветхого и аварийного жилья. В этом году муниципалитет приобрел новые квартиры для 43 семей. Подробнее о том, как реализовали программу и какие впечатления у ангарчан, смотрите в сюжете Дарьи Андреевой. Семья ангарчанки Анастасии Зыковой в сентябре переехала из микрорайона Новый 4 в новостройку, которая находится в жилом комплексе «Победа». Квартирой хозяйка довольна. Здесь чистовая отделка, на кухне есть варочная плита. Санузел тоже оборудован всем необходимым. Обои, линолеум, двери, сантехника, даже вот плита электрическая уже здесь была новая. Мойка тоже была, но поставили свой гарнитур. То есть купили только мебель, заехали и живем. То есть вопросов в качестве у вас нет? Нет, нет. Нормально? Уже давно? Сколько времени берете? С сентября. Мэр ангарского городского округа Сергей Петров и председатель думы Александр Городской побывали в гостях и у семьи Майоровых. Они тоже жили в аварийном доме в Новом Четвертом. В квартире еще наводят последние штрихи. Хозяйка Евгения призналась, что визит депутатов для нее стал приятным сюрпризом. Она поблагодарила гостей за проделанную работу по переселению семей из аварийного жилья. Еще поделилась, что в ангарском округе происходят большие изменения в плане благоустройства, ремонта дорог, внутриквартальных проездов, создания условий для занятий спорта. Впечатления от нового жилья у женщины и ее семьи положительные. Рады, 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 рады. Очень рады. Прелесть вообще. Прелесть, конечно. Ни ремонт делать не надо, ничего. То есть, заезжай и живи. Переселение людей из ветхого и аварийного жилья – это финансово емкая программа, которую реализуют в ангарском городском округе. В соответствии с региональной, при финансовой поддержке фонда содействия реформированию ЖКХ, граждан из аварийного жилищного фонда переселяют поэтапно. Всего в ангарском городском округе должны переселить жителей 26 многоквартирных домов. Они находятся в Мигете, в микрорайонах Китой и Новый Четвертый. Два в Шеститысячнике, три в Юго-Восточном. И один дом в Саватеевке. На сегодня для переселения приобрели уже 43 квартиры. Дарья Андреева. Новости сейчас. Чемпионат сибирского и дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам впервые пройдет в лыжно-биатлонном комплексе Ангарский. С 24 по 28 января за медали будут бороться около 170 спортсменов. В Министерстве спорта региона отметили, что на соревнования приедут команды из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской и других областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Саха и Кутия. Иркутскую область представят 20 лыжников. Всем участникам предстоит пройти индивидуальные гонки свободным и классическим стилем, спринт и эстафеты. Итоги подведут в личном и командном зачетах. 383 спортсмены Иркутской области стали кандидатами в сборные России по 45 видам спорта. Среди них легкая атлетика, дзюдо, пауэрлифтинг, греко-римская борьба, настольный теннис и не только. В 2023 году сибиряки завоевали более полутора тысяч медалей на международных и всероссийских соревнованиях. По олимпийским и не олимпийским видам спорта 1366. Такого количества медалей у нас никогда не было. Но хотелось бы отметить, что в связи с санкциями у нас значительно увеличилось количество всероссийских соревнований. Мы видим этот результат благодаря тому, что у нас последние годы активно мы развиваем инфраструктуру, реализуются программы спортивной подготовки, выделяются средства на улучшение материально-технической базы и, соответственно, результат налицо. Пока главные команды «Байкал Энергии» и «Енисея» готовятся к центральному матчу тура на разогреве у старших играли дублеры. Дублю белосиних не помогали даже родные трибуны. Уже к 10-й минуте команда из Красноярска ввела 3-0, а спустя 10 минут счет стал и вовсе разгромным. Под конец первого тайма хозяева льда отыгрались, но на результат игры это не повлияло. Во втором игровом отрезке «Енисей» констатировал победу 6-3. Вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте istv.ru и, конечно, на страницах телеканалах в социальных сетях. Подписывайтесь. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. До скорого.